Как можно говорить о демократических референдуме, если захват власти в Луганске произошел через насилие? Шесть лет тому назад, 11 мая, в ряде городов Донецкой и Луганской областей провели псевдореферендум. Это стало стартовой точкой военного конфликта на востоке Украины. Но тогда предугадать последствия так называемой «русской весны» было сложно. Рекордно быстрая организация плебисцита. Бюллетени, отпечатанные на черно-белом принтере, их посчитали за полтора часа. Адвокат Игорь Чудовский, переселенец из «Счастья», называет референдум грамотно написанным сценарием. К сожалению, в этом большом спектакле приняло участие очень много граждан Украины, которые пошли на этот спектакль, которым обещали этот спектакль. Кто-то под страхом смерти, жизни, здоровья, кто-то в надежде на хорошую жизнь. По данным Киевского национального института социологии, в мае 2014 года выход из Украины поддерживали только 30% жителей Донбасса. Из них только 8% были за создание независимого государства. Тогда галочку «за» якобы поставили 89% проголосовавших. На псевдореферендум пришли 75% избирателей. Так посчитал ЦИК самопровозглашенной республики. Впрочем, ни у наблюдателей, ни у избирателей никто документы не проверял. А голосовать можно было не только за себя, но и за знакомых. Международное право никогда не позволит части суверенной Украины вооруженным путем захватить государство-агрессора. Это будет непризнанная территория. Это будет Абхазия, это будет Осетия, это будет... И Россия никогда не сделает эти территории субъектами Российской Федерации. За 6 лет жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получили новые паспорта непризнанных республик. Также Россия выдала около 200 тысяч своих паспортов украинским гражданам. Они получили постоянный ночной домашний арест в виде комендантского часа. Они получили отсутствие нормальной работы. Они получили невозможность ведения бизнеса. Они не могут заработать на содержание своих территорий фактически. Президент Зеленский уверен, что интеграция у украинцев с неподконтрольных территорий неизбежна. Но чем дальше, тем сложнее и травматичнее будет этот процесс. Ты только будь, пожалуйста, со мной, товарищ правда.